Здравствуйте, друзья! Опять с вами Виолетта Копченкова. Я снимаю маленькие видео, коротенькие, и назвала эту рубрику «Советы Виолеттой». Это ответы на ваши многочисленные вопросы, которые вы мне присылаете в письмах, пишете в чатах. И один из сегодняшних вопросов, о которых мы будем говорить, это «Какие сейчас летящие звёзды, где, в каких секторах у нас находятся негативные звёзды, и как с этим бороться?» На всех своих выступлениях я об этом обязательно говорю. Ну, в начале месяца, когда я говорю о том, какой месяц приходит, я обязательно рассказываю о летящих звёздах. Но всё с того, что это не звёзды, а это энергии, чтобы так сразу внести в ясность. Это энергии. И эти энергии перемещаются. Они не находятся на одном месте, спокойно. У нас энергии меняются раз в год, то есть в феврале, каждое начало февраля, у нас всегда меняются годичные энергии. И в этом году негативная энергия, так называемая «жёлтая пятёрка», прилетела на север. И поэтому в каждом месяце, несмотря на то, что у нас всё меняется, и тем не менее до 4-го, где-то февраля, у нас самая негативная энергия будет на север. Золтая прилетела, «жёлтая пятёрка» – это звезда разорения ям. Поэтому север как был, так и остаётся негативный весь год до февраля. Ну а год у нас меняется в начале февраля. 3-го, 4-го февраля у нас приходит Новый год. Ну, это по китайскому календарю, по солнечному китайскому календарю. По китайскому календарю два календаря, уже есть луны, да, но мы говорим сейчас о солнечном. И каждый месяц у нас тоже меняются эти энергии. И вот в октябре самая такая негативная, это уже «жёлтая пятёрка», которая прилетела у нас на юго-восток, да, такой любимый наш сектор, где мы делали все время активации модуля. Вот сейчас там тоже «жёлтая пятёрка», октябрьская «жёлтая пятёрка», и этот сектор тоже стал негативным. Но если на севере у нас весь год негативный сектор, то на юго-востоке только октябрь. Поэтому здесь мы стараемся не находиться долго, мы там не спим, не ставим там кровать, диван, мы там не работаем, не ставим там свой рабочий стол, компьютер, мы там не находимся долго. Ну, то есть нельзя как бы поставить забор вокруг этого сектора и обходить его, если вам нужно там пройти на кухню, скажем, через этот сектор. Это, конечно, не имеет особо никакого-то значения. Нельзя долго находиться. Ну, спим мы, например, да, там 6-7-8 часов, кому как повезёт, кто сколько спит. Вот, конечно, это долго. То есть треть суток провести таких негативных энергий, это действительно опасно, это очень вредно, и ни в коем случае это разделать нельзя. Нужно уходить из такого негативного сектора. Но если вы это ходите целый день по квартире, что-то делаете, там, уборку делаете, ну, мы всегда что-то в доме делаем, то мы, конечно, никак не можем обходить из этого сектора стороной. Чего ещё не должно быть в негативных секторах? Плита, на которой мы готовим, электрическая, газовая плита, она является активатором. И желательно, чтобы у нас плита не была в негативном секторе. Если всё-таки она туда попала, мы же не можем каждый месяц переносить плитусы. Сверхзалетящая, жёлтой пятёркой. Поэтому находим такой выход из положения. Мы покупаем мультиварку, микроволновку и прочие всякие устройства, электродуховку, да, которую можно установить отдельно в другом секторе. Вот таким вот образом. Теперь, что можно ещё сделать? У нас есть так называемая солёная лекарство. Я уже об этом столько раз говорила, что мне казалось, что все уже это знают, что делать с тем сектором, как его лечить, чтобы жёлтая пятёрка не влияла на вашу судьбу. Но она может очень серьёзно повлиять. Может быть, звезда разорения, вплоть до того, что вы можете слечь надолго, да, можете там поломать руку, ногу, ещё что-то, может что-то очень серьёзное произойти, если вы будете подпитываться этими негативными энергией. Поэтому действительно сектор нужно лечить. Если у вас там какая-то деятельность всё-таки не происходит, допустим, у вас там стоит кровать, вы там всё равно вынуждены спать, вам некуда её передвинуть. Значит, мы ставим в таком случае, да, особенно про входную дверь, что это очень плохо, если входная дверь, если плитой можно просто не пользоваться, может, там, электрочайником, всякие, ну, всевозможные приспособления, в которых можно готовить еду, обходясь без плиты. Вот. То входную дверь мы не можем никак перенести, да, ещё кровать, ладно, она всё-таки двигается, входная дверь, да, в квартиру, в дом, мы её не перенесём. И тогда вот тут действительно нужно обязательно ставить солёное лекарство. Что такое солёное лекарство? Вам понадобится большая ёмкость, ну, желательно от пяти литров, ну, в крайнем случае, три – это самое меньшее. Причём вот эти наши трёхлитровые банки не очень подходят, потому что, ну, спеклянные, обычные трёхлитровые банки, не очень подходят, потому что там узенькое горлышко, да, желательно, чтобы это была ваза, а ещё лучше аквариум. Я всегда рекомендую приобрести из засолёного лекарства маленький аквариум. Вам не нужно быть трёхлитровый, он может быть небольшой, там, пять-семь литров, небольшой. Значит, нужно налить туда воды, насыпать туда пачку каменной, каменной соли, не мелкой вот этой вот, такой, очень мелкого помола, не морской, никакой другой, не гималайской, обычная наша каменная крупная соль. У неё особое свойство этой соли, она очень хорошо очищает вообще всякий негатив, не только вот эту энергию, да. В общем, и даже растворить эту соль в воде, ну, то есть, насыпьте туда пачку, немножко помешайте, оно само постепенно растворится. И туда нужно добавить монетки. Монетки шесть штук жёлтых, а одна монетка белая. То, там, те монеты, которые ходят в вашей стране, где бы вы ни жили, у вас там какие-то монеты, наверное, есть, ну, надеюсь, что есть ещё. Так вот, любые монеты. Если у вас в стране нет монет, ну, позаимствуйте в соседней стране. На Украине ещё есть монеты. Обещают отменить, но пока не отменили. Значит, любые монеты. И хорошо бы, конечно, чтобы этот ваш аквариум был круглый или вот такой цилиндрический, да, Потому что хорошо бы это поставить на тарелку или на поднос. Большая такая тарелка или поднос. Потому что вот эта соляная смесь, да, она имеет такое свойство, образовывается там слой, шапка, это начинает вылезать постепенно из этого аквариума. Вот чтобы вы там не портили вокруг всё, чтобы эта соль туда не попадала, вот, то тогда лучше, чтобы она стояла на поднос. Дальше, если вы ставите там, вот эту соляную смесь ставите там, где у нас годичная желтая пятерка, на севере, да, на юго-востоке это всего тут осталось до 8 февраля месяц идет, до 8 гос. Договаривайся, до 8 ноября, октябрь продолжается, до 8 ноября, а вот смесь на севере, да, где годичная у нас желтая пятерка, вот там нужно ставить действительно до 4 февраля, это долго, несколько месяцев. Поэтому там обязательно точно нужен поднос и периодически, хотя бы раз в месяц, вы должны эту воду всю вылить, аквариум помыть, заново насыпать соль, заново налить чистую воду. Хотя бы иногда, хотя бы раз в месяц, меняйте эту смесь, тогда у вас всё это будет эстетично. Ну, я рассказывала, что из этого аквариума можно сделать даже арт-объект, можно засолить ветки, сделать крепкий-крепкий такой раствор каменной соли, положить туда, ну, сорвать надо где-то, найти где-то в лесу, где угодно, в парке, ну, просто обычные ветки, коряги, что угодно, что-то такое интересное, да, в визуистах, естественно. Положить в эту крепкую соль, крепкий раствор соли, вот эти ветки покроются кристалликами, кристалликами белой соли, вот, и можно их подставить тоже где-то там, с краю, где-то в углу, там где-то там, с краешку аквариума, вот, и можно ещё и верх аквариума, как бы сделать его словно, это, ну, засахаренный такой край, да, то есть смочить чем-то, ну, липким, допустим, раствором сахара, допустим, да, и намочить, ну, обмакнуть, не намочить, конечно, а обмакнуть в кристаллы соли, да, в каменную соль, и у вас будет край ещё так покрытый очень так красиво этими кристаллами, в общем, это ещё можно обвязать красиво каким-то банком, в общем, что-то придумать, какие-то блёски там наклеить, этот аквариум, в общем, я ещё раз говорю, у меня клиенты очень такие творческие люди, так же, как и я, я уже ещё и художник, по совместительству, кроме того, что я мастер фэн-шу и сэк-жоп, я ещё и художник, поэтому такие красивые арт-объекты можно делать даже из такой обычной вещи, как аквариум с соляным раствором, подумайте, как вы можете с помощью такого вот соляного лекарства ещё и украсить свой интерес, это всегда очень интересно смотрится, это всегда нравится гостям, особенно если это некуда спрятать, что это стоит прямо в вашей прихожей, возле входной двери, или на кухне там где-то, вот, тогда это нужно превратить в красивый арт-объект, и всем это понравится. Всё, до новых встреч, надеюсь, вам было интересно и полезно. Пока-пока, ваши изолеты Копченкова.